Здравствуйте, это канал Максимадзе и мы возвращаемся в GTA Vice City. Проблемы с тормозами я наконец-то решил больше не будет так тормозить как в том видео. Оказалось, что причиной тормозов были вирусы, а с видеокартой у меня все в порядке. Короче, у нас есть три варианта заданий, точнее четыре, но на телефон мы не поедем. Есть полковник Кортес, есть Рикардо Диас и Эври Керрингтон. Давайте тот, кто ближе, пусть будет. Томми это Дональд Лав. Дональд это Томми Версетти, недавно приехавший к нам стрелок. Дональд, ты заткнись и слушай, может хоть чему-то научишься? Ничто так не сбивает цену на недвижимость, как старая добрая Вайнабанд. Ну, исключением там массовое бедствие будет и библейской чумы, но это будет уже слишком наверно. Ты все слышишь с четырехглазых дебил, а? Недавно был убеден главарь гаитянской банды. Ты переоденешься, заявишься на похороны, устроишь там мясорубку, а потом свалишь. Ты все слышал, Дональд? Это все равно, что пустить лицо в курятник, да? А потом мы будем смотреть, как беззвучно падают цены. Дональд Лавнель это один из работодателей в GTA 3, GTA Liberty Stories. А здесь он просто минорный персонаж. Появляется всего лишь в двух миссиях. Это была вторая из них. Первая это... Первая в первом выпуске появлялся на вечеринке на яхте Хортеса. Ну и, собственно, такие вот дела. Короче, вот здесь... Вот, как вы видите, сейчас там текстуры... О, а в этот раз текстуры погрузились быстрее, чем в прошлый раз. Вот эти. Дело в том, что этот район подгружается в тот момент, когда мы в него будем заезжать. И в GTA Vice City в оригинальной это сопровождалось быстрой, но все-таки небольшой подгрузкой. И когда мы... И когда я пытался записать... Когда у меня тормозил компьютер, когда были те вирусы... Я убрал вирусы все. Какое счастье. Там просто трэш творился во время загрузки. Ну, если вы посмотрите... Если вы не видели это видео, посмотрите и поймете, о чем я говорю. Видео, где я говорил, что у меня компьютер ослабел. Там я показывал в ICD и показывал, что эта миссия не работает, потому что не появляется еще авто. Все вот эти автомобили гаитянцы, они не появляются здесь. Блин, идите нафиг. Все. С ними покончено наконец-то. Я иду. Нет! 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 Бежим! Сваливаем в убежище СЕЕЕ. Назад! Ах, метка не будет работать, пока миссия не закончится. короче я еду в убежище чтобы назад костюм себе вернуть потому что зачем а мне костюм кубинцев если я не кубинец так что надо и надо ехать других вариантов сменить костюм сожалению нет вот не очень прикольно вот что чтобы выбрать конкретную одежду надо в разных на разные места города есть одна одежда там другая там а другая где-то еще это не очень прикольно кстати еще забыл сказать что я скачал патч на gta трилоджи который исправляет очень и очень много багов и ошибок а также официально вернулись каноничные звуки в меню из gta вай сиди gta 3 теперь звуки оттуда кстати они немного отличаются от того что в моде который показывал и лео для тебя работенка есть это не лео и если лео узнает что взял его телефоном тебя убьет а что если я уже сам покой можете убил его и взял его телефон ты об этом не подумал случайно ты убил лео то есть остальные я из обходу хочешь поработать на меня приезжай в кафе моего отца в литл гавани поговорим с глазами на глаз ладно лео а чё такого крутого то он же а блин я не там метку поставил зачем я уходил зачем я оттуда уходил то а метка будет работать только если я это самая буду в машине на улице имеет уже много миссис не сможем уборка в комнате помешала снять заранее уборка до двухчасовая уборка между прочим так обычно одежда потому что я уже говорил почему так ладно встретим так ладно встретимся уже в том кафе чик чик рок-стар тут вырвай тут войси еще и студия рок-стар и работ работает обалдеть вот где вот вот где делают gta gta делают в gta это так необычно так кубинцы здесь район кубинцев между прочим стандарт челлендж чего надо подожди пап это ко мне ты тот пацан да ты он же да 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 ты тот пацан про котором я думал да да не я не думаю да ты решил сюда прийти думаешь обломаешь меня до повалять дурака со мной не я думаю что это ты валяешь дурака за нас собой эй сынок он назвал тебя дураком а я назову его бабой пап посмотри на него да у него одежда даже бабская ты на девичник выридался что ли а ты на вид крутой а нарядился как баба у тебя наверное трусы там женские а что ты имеешь ввиду против женщин предпочитаешь мужчин что ли да не 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 я люблю женщин люблю люблю ладно ладно остынь верю верю ты умеешь водить амиго да как баба хорошо как смешно ты просто герой может быть ты даже поможешь докажи что ты настоящий мужик возьми лодку докажи что у тебя мужское достоинство да очень теплый прием это был сейчас конечно блин эй меня зовут рико ты тот самый чувак то мерседе погнали ладно приятель обращайтесь с ней как женщины да вот эта миссия мне не очень нравится если честно потому что лодка как не лодкой управлять не очень удобно но в целом миссия это довольно таки не сложная надо просто входить в поворот а так в принципе то всю нор ты считаешься мужиком да да конечно хочу разве не похоже что ли давай полет о ее и только бы не перевернулись о ее а все 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 хорошо все хорошо все хорошо все хорошо я уж думал мы сейчас утонем контрольные точки 19 это я так понял осталось 19 ну да точно 18 да ты слюнтей давай к мамочке бит и ты чё такое несешь я еду нормально хорошо что конкретная точка которую нам надо лететь сейчас и следующая показывается на карте это чтобы на всякий случай чтобы мы знали заранее будет следующая точка и и чтобы не завернули по случайности не туда это очень хорошо что так сделано что уж походу ты и правда мужик а что разве на мужика не похож был блин тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо 7 осталось а еще целая минута нам хватит без проблем что уж ты я про задачу сетя мужик приходи в любое время у всех моих корешей мужское достоинство как и у тебя так красная . это последняя . и мы проходим это дело амиго ты реальный мужик так ладно вера вернемся тогда когда попадем в ток назад в то кафе чик-чик томми а тебе так много разговоров идет хочешь почувствовать себя лучше тетушка поллет наварить тебе рагу заходи как-нибудь на кухню там ко мне тетушка поллет ну как-нибудь как потом как-нибудь зайдем сейчас не время пока сейчас мы едем снова в то кафе тем впрочем дорога прям ведет вот сюда но мы наверно пока поедем в кафе каннон фодер налей мне кафе альберто эй пава у нас большая проблема ума бирта сынок чё с большая плема последний раз последний раз они со мной связываются чё у тебя там так мы всех перебьем и нам нужно больше людей я там потерял уже нескольких парней амиго ты хорошо водишь для бабы и сейчас не время для шуток давай побудь еще разок водителя амиго подбери моих ребят у кафе они меня уже достали самого крутого в этом городе самого крутого говоришь блин почему тут так много гаитянцев а стой вот отличная машина идеально подходит для этого мы будем сражаться как настоящие мужики а вы гаитянцы идите нафиг отсюда гаити или гаитяне как как правильно называть я не знаю честно напишите в комментах если знаете гаитянцы или гаитяне по-моему я слышал и так и так а как правильно не знаю да ё-моё но только это их потом еще так прибыли амиго как хорошо что ты приехал вода го так отвалите от меня я зайду я зайду с этого расстояния и а Куда это вы? Мы же только начали бой. Очень полезно, кстати, попадать в голову. Готовьтесь, брата, в атаку. О, блин. Они тоже в голову стрелять умеют. Магют. Снайпер на крыше. Они воют, как бабы. Ничего, я даже без снайперки смогу его убить. О, подкрепление приехало. Замочай этого трусливого снайпера. Вообще, вообще с легкостью это было. Ну, снайперскую винтовку мы возьмем все равно. Да, блин. Это я замочил его? Я что-то не понял. Окей. Деритесь, как мужики. Блин, что ты так быстро подошел, а? Угонять в фургон не будем сильно торопиться. Надо, чтобы они подохли, а то они расстреляют нас просто. Все, а можно ехать. По фургону не стреляйте только, пожалуйста. Ой, блин, полиция. Ну, ничего. Мы все равно спокойно уехали от них. Это было довольно-таки просто. Кстати, почему-то в оригинале... В оригинальной Vice City... Мне почему-то сложно было эту миссию проходить. Там сложнее было стрелять, что ли. А здесь как-то... Здесь как-то легче получилось. А давайте еще одно задание пройдем. Почему бы нет? Оно, правда, довольно-таки сложное, но надо попробовать. Как оно там называется? Навал ингадемент. Амберто! Один кофе. Эй, папа, не вздумай этого гадюку обслуживать. Ах, ты двуличный, Томми. Ты работаешь на обе стороны? Или как? Они смеются надавные, правда. Эй, тихо, тихо. В чем проблема? Они смеются надавные, Томми. Надо мной. На дом Берто Робина. Они делают то, что... Никто не делает тот, кто хочет ту Эмберто. Только ты им позовешь. Че? Хочешь, чтобы кто-то с этим разобрался? Я могу это устроить, но не задаром, конечно. Я знаю, мы играть, и там все такое, но бизнес здесь бизнес. Да, Томми. Ты просто мужик. Бизнесмен и джентльмен. Да. Короче, у них партия груза реально качественного груза. Мы заберем его и покончим с ними. Ты заберешь его, а я позабочусь о тебе, как о браке. Или даже как о сыне. Я бы хотел получить наличные, а не горшок и банки, если что. Так, фургон вроде в порядке. Поехали. Э, в смысле? Я же приехал на нем, почему он не открывается? Ладно, пошел нафиг из машины тогда. Кхе-кхе-кхе. Тут ехать недалеко совсем. Но миссия довольно-таки сложная вот эта. О, она реально сложная. Я даже не уверен, что я в первый раз пройду ее. Но попробовать, конечно, мы будем. Эй, Рико, отличная лодка. Ты готов, да? Да, Томми. А ты сегодня стреляй, подочни. Не наделай в моей лодке кучу дырок, окей? Э, какого фига эта музыка здесь играет? Алло, вырубите эту музыку. Чтобы меня не забанили, если что. Ну, хотя, я думаю, что не забанят. Но все же, я бы не хотел, чтобы это играло. Так, присядем наверх. Вау! Все? Так, быстро что ли? А сколько у меня осталось здоровья-то, кстати? Ой-ой-ой! Так, мы будем осторожны. Так, как только я возьму еще один чемодан, на меня 4 звезды. наложить. Откуда еще стреляют? Я немного не понял. Ага, там автомобили есть. Оу, блин. Ой-ой-ой. Бежим отсюда в этот автомобиль, в этот быстрее. 4 звезды, это много. Это очень много. От полиции хрен оторвешься. Но мы должны. Мы обязаны. Мы обязаны. Ой-ой-ой. Пожалуйста, давай. Я не должен. Я не должен подохнуть здесь. Почти доехали. Ох, все. Все же мы смогли пройти это с первого раза. Смогли. Смогли. Я уж думал, не смогу. Фух, ладно. На сегодня все. Закончим на этом. С вас лайкос подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok